всем привет с вами азбука от семантики и сегодня мы поговорим о том что такое целевая аудитория целевая аудитория это существующие потенциальные покупатели продукции или услуг объединенные по каким-либо признакам на таких пользователях сфокусирован контент на площадке представьте что вы продаете туристическое снаряжение вероятнее всего вы не будете раздавать листовки на первой попавшейся улице разместите их там где больше всего шансов привлечь внимание любителей ведь именно они заинтересованы в таком товаре такой же принцип действует в интернете прежде чем размещать рекламу или наполнять сайт необходимо узнать особенности тех людей для которых вы будете это делать анализ и выявление целевой аудитории один из главных факторов влияющих на успешность бизнеса зная привычки потребности и другие характеристики потенциальных клиентов вы без труда составите эффективную рекламную стратегию грамотное утп вы будете знать проблем целевой аудитории и сформулируете ее наилучшее решение подберите психологические приемы мотивирующие на покупку и способ коммуникации с людьми рациональное распределение бюджета еще одно преимущество вы сможете размещаться только на тех площадках есть возможные заказчики определить целевую аудиторию сайта не так просто как кажется например если вы считаете что ваши клиенты это платежеспособные мужчины и женщины 30-45 лет то вы не совсем правы портрет должен быть более детальным в маркетинге существует несколько типов целевой аудитории основная и косвенная первая принимает решение о покупке и инициирует ее вторая только участвует в процессе выбора например покупает широкая и узкая например люди заинтересованы в путешествии и те кто рассматривают туры только в азиатские страны b2b и b2c потребителей в сфере бизнеса и частные лица составьте примерное представление о потенциальном заказчике последующим характеристикам пол возраст национальность семейное положение место жительства профессия образование уровень дохода социальные сети ресурсы ресурсы сообщества в которых покупатель проводит время образ жизни ценности привычки скорость принятия решения какие проблемы целевой аудитории решает ваш товар или услуга эмоции которые испытывают человек от приобретения ассоциации которые вызывает продукция причины купить именно у вас сервис цена подтверждение статуса сегментация это разделение реальных и потенциальных клиентов на группы со схожими характеристиками ее можно осуществить с помощью метода пяти вопросов он заключается в том что вы последовательно отвечаете на пять вопросов связанных с бизнесом после заполнения таблицы у вас на руках будут портреты тех покупателей которые заинтересованы в вашем предложении на их основании вы сможете составить персонализированную рекламу для разных сегментов целевой аудитории для получения более подробных данных проведите небольшие анкетирование интервью на своем сайте или на сайтах опросниках привлеките как можно больше людей а также изучите поведение потенциальных клиентов в социальных сетях сообществах и на форумах из комментариев и созданных постов можно узнать что волнует целевую аудиторию как они реагируют на ту или иную тему помимо перечисленных способов используйте статические программы и сервисы яндекс метрика и google analytics полезная информация о посетителях находится во вкладке отчеты яндекс аудитории формирует сегменты для таргетинга на основе списка постоянных покупателей сервей манки платформа платных опросов есть бесплатная временная регистрация google формы создание анкет simple конструктор опросов привлечение целевой аудитории на сайт это работа на увеличение популярности бренда количество заказов и лояльности клиентов чтобы получить дополнительный трафик можно использовать множество способов мы перечислим некоторые из них делайте чаще публикации в блоге приток посетителей в первую очередь растет за счет контента чем чаще вы будете выкладывать полезной для целевой аудитории статьи тем быстрее он будет расти зарегистрируйте аккаунты в социальных сетях выберите одну или несколько в зависимости от мест обитания ваших потенциальных покупателей развивайте каждую из них и не забывайте про основной ресурс комментируйте чужие материалы если вы нашли достойный текст напишите развернутый ответ под ним так вы привлечете внимание новых читателей работайте с негативными отзывами поддерживайте обратную связь с клиентами оставляющими какой-то вопрос или отрицательное мнение о вашей продукции придерживайтесь дружелюбной ноты в общении извинитесь и или проведите аргументы в пользу своей правоты создайте email рассылку и канал на youtube в обоих случаях можно создавать образовательный контент интересный и полезный для целевых посетителей предложите посты для публикации крупным площадкам по смежной тематике на которых есть заинтересованные в вашем товаре пользователи оптимизируйте тексты в соответствии с требованиями поисковых систем seo не быстрый способ расширения аудитории но если вы продвинете ресурс на первой позиции это будет приводить трафик на постоянной основе проведите контекстную рекламную кампанию это быстрый метод привлечения покупателей он направлен скорее на продвижение продукции общение размещения ссылок на тематических форумах объявление на популярных досках размещающих изделия на продажу и услуги регистрация в платных и бесплатных каталогах на новостных агрегаторах баннеры партнерские сети пресс-релизы в обычных и интернет-изданиях написание электрон электронных книг вирусные ролики посты игры мультфильмы и так далее кнопки мне нравится рассказать друзьям подписаться реклама в социальных сетях обмен ссылками и с другими площадками целевая аудитория сайта это совокупность пользователей заинтересованных в вашем предложении на них направлена рекламная кампания анализ целевой аудитории важно приводить на начальном этапе продвижения это позволяет грамотно спланировать бюджет и добиться максимального результата от маркинговой стратегии на сегодня все напоминаем что все выпуски азбуки доступны в текстовом виде у нас в блоге ссылка будет в комментарии под этим видео с вами была азбука от семантики подписывайтесь обучайтесь обращайтесь